Пьеса «Наталья Лизоркина» 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 Вот мне на самом деле нравятся пьесы, которые, ну, я понимаю, что вот мне надо бы еще их перечитать, чтобы получше разобраться. Но даже вот сейчас, в слове, когда первый раз так плыденько пробежался, когда не можешь перечитать, повторить что-то, уже это выглядит очень интересно и очень круто. Ну, в общем-то, установить на понятие основной посыл, ну, как-то нет, не посыл, а вот этот мотив, то есть потеря ребенка. Вокруг этого все как-то немножко перемешано. Ну, в общем, очень круто, спасибо большое. Спасибо. Вот дело, пожалуйста. А пьеса Голомов, отборщик фестиваля. Я хочу поздравить, спасибо большое за пьесу. Мне кажется, что вот это очень здорово, когда ты встаешь, ты читал эту пьесу, как отборщик, ты слышал ее только что сейчас, и ты все равно, в ней остаются какие-то пустые места, лакуны смысловые. Ты не понимаешь, что к чему, но при этом она прекрасно написана. Просто большинство драматургов, никого не хочу сейчас в этом упрекнуть, есть, я говорю, о тенденции, да, не показываю пальцем. Они, в общем-то, используют конструкции с знакомых тебе фраз, которые ты ежедневно слышишь там или там. То есть они такие как бы, ну, здесь нет своего литературного языка, грубо говоря, а есть просто некий конструкт, более или менее удачный. Здесь же я сталкиваюсь с примером того, что, мне кажется, самым важным в эволюции драмы вообще как такового, это структурное изменение текста. И когда я вижу... Текст или языка? Языка, языка, разумеется. И когда я вижу, что текст весь основан на нестандартных фразах, на фразах парадоксальных, одна к другой, да, не то, что привет, привет, я Вася, я Петя. Не какая-то такая, да, простая история, а вот этот диалог прекрасный с ментом, с сержантом, да? Ну, не бытовая история. Да блин, я сейчас не про жанр. Бытовая она не бытовая. Я о сложном говорю, я понимаю, поэтому как бы и говорю сразу, не готовясь. Ну, что я хочу сказать? Вот сама фраза, она нестандартно построена, она какая... Вот эта уникальная игра этих родителей. Мне не важно сейчас, я не хочу разбираться даже в том, что это фантазия, это сон, или это я, или это одно прорываемое в другое. Но это не это сейчас. Просто то, как строится их игра. Мы много знаем, видим какие-то игры там в каких-то парах, да? Какой-то свой мир, какой-то свой язык, какой-то свой код, коды, которые используются в этой семье, да? Игра с этой катаной, игра с сепукой, да? Вот это всё, вот мне кажется, это очень, ну, как бы перспективная пьеса для театрального потом дальнейшего воплощения, как мне кажется. И вот мне очень, правда, меня очень по-хорошему сильно порадовал вокабулярий автора. Вот то богатство, языковое богатство, которое использует автор в этой пьесе. Спасибо большое. Хорошо. Я должен, ну, как бы, не то, чтобы большой секрет раскрою, но у Натальи есть поэтический бэкграунд. Я прав? Да. Ну, я имею в виду, что ты где-то публиковалась, слэмилась. Нет, нет, не слэмилась, просто я писала, да. Ну, как бы. Вот, и, ну, в интернете тоже есть, да. В интернете можете поискать, Наталья. Поэтому вот здесь так ликвидирована. Ну, нет, правда, о чем он говорит. Да, пожалуйста, представьтесь, выскажитесь. У меня есть глубокое внутреннее ощущение, что я ни черта не поняла, но это не мешает мне быть в абсолютном восторге от всего происходившего. И с точки зрения, действительно, я присоединяюсь насчет языка, фразы, построения предложений, проскальзывающих, абсолютно очаровательных каких-то моментов, иронии, того, чем наполнен текст. Это просто прекрасно. Кроме того, я в абсолютном восторге от того, как прописаны персонажи, насколько закончены их колоритные образы, насколько кажется, что сейчас вы вроде поняли, что это за персонаж, а потом он говорит какую-то фразу, и вы такой, блин, хм. И насколько они становятся объемными, то есть они не какие-то штампованные, не задается отношение к персонажу, и персонаж все время остается таким в течение пьесы. Они очень объемные, меняющиеся, постепенно раскрывающиеся, и это невероятно интересно и очень здорово. Но если кто-нибудь мне объяснит, что там происходило, насколько это сон или смерть, или реальность, и вот это я буду благодарна. Кто готов объяснить, что происходило? Да, пожалуйста. Но если вы хотите сказать что-то другое, тоже можно объяснить. Я была очень... Заритель. У меня было ощущение, что это какая-то попытка пережить вот этой семьи смерть или потерю ребенка когда-то давно. И они выстроили вот какие-то вот фантазии. То есть вначале кажется, что вот там муж драматурок, жена материалист, но потом ты понимаешь, что жена тоже ни хрена не материалист, но он тоже там в каких-то странных фантазиях. И вот они как бы существуют в этих фантазиях, буду в попытке защититься от чего-то страшного. У меня было такое ощущение. Спасибо большое. Так, я вижу Мария Огнева, потом Александр Зевский. Мария Огнева, драматур. У меня есть ощущение, что нам не нужно знать точного ответа, что же произошло. И вообще есть ощущение, что есть много вариантов, о чем может быть эта история. Для меня это скорее история не смерти, а какого-то взросления и ухода людей из семьи. Ну то есть какое-то расставание и с матерью мать постарела. Вот мать матери и умирает. Да, бабушка. Точно. И сама мать в итоге, там же в конце у нее седые волосы, то есть она тоже взрослеет и умирает, стареет и умирает. И возможно это действительно и смерть, или может быть этот сын действительно повзрослел и стал космонавтом и действительно улетел. Ну то есть мне очень нравится, что тут огромное количество вариантов. И режиссер может сам для себя каждый раз решать о чем это. И зритель тоже будет уходить. Мне кажется, мы все были эмоционально задеты, но не очень понимали чем, и каждый для себя сам решил, что его задело. Мне очень нравится вот эта многовариантность истории. Спасибо большое. Спасибо большое. Александр Руссидивирский. Да, зритель, я просто хочу сказать, я это увидел скорее как такой театр вывернутым изнанку. То есть это просто такая чистая, очень красивая деконструкция. Что это значит? Ну, если бы, как если бы, ну да, сложно. Если ты берешь какие-то, не знаю, какие-то течения именно мыслей, даже не внутри пьесы, а какие-то драматургические мысли. Как ты создаешь что-то, как ты общаешься, как герой общается друг с другом, как драматург общается со зрителями. И все это, разрываешь на какие-то куски и склеиваешь по-новому. Я так это увидел. И как склеиваешь? Ну, это какой-то секрет, там есть, не знаю. Да. Хорошо, спасибо. Большое, Тимур Шурупов, ну, прежде всего, по-другому. Я скажу такое, наверное, впечатление и ассоциацию потом, но может тут повторяться просто, да, действительно вот это вот ощущение того, как общается скорее вот драматург с нами, да, то, как он там в конце, про людей. Ну, понятно, что это какая-то такая, да, вот эта игра изначальная, драматург в пьесе, драматург, который написал пьесу, драматург жизни вот этих вот людей, которые там происходят. И, ну, короче, есть какая-то магия в этом тексте, прям классная магия, которая действительно заставляет что-то чувствовать, когда ты не совсем понимаешь и путаешься от того, что происходит в пьесе сюжетно. Но это и не важно. Но другая ассоциация, сейчас очень путанно говорю, извините. Ассоциация есть классная с этим самым, извините, антихрист триера. Антихрист триера, так и понятно, что это нельзя как бы сравнивать, но просто я к тому, что какая-то рефлексия как бы потери ребенка, ну, я просто про свою ассоциацию говорю, но здесь она какая-то добрая, что ли, и какая-то правильная, и дико привлекательная для того, чтобы поставить. То есть мне бы хотелось это сделать. Ну, ладно. Спасибо. Спасибо. Не любилицы, драматурно, а прочее. Ну, вот у меня немножко разошло впечатление от чтения текста глазами, от восприятия его на сцене. Это, конечно, вообще удивительный опыт, когда есть возможность сравнить. Для меня текст глазами был, как бы сказать, более очаровательный, чем от того, что я услышала сейчас. Вдруг возникли вопросы, которые вот глазами не возникали. Да, буду придираться. Вопрос первый. Мне показалось, что здесь как бы муж и жена в одном существовании абсурдном сталкиваются с бабушкой, которая почему-то реально психологически переживает по поводу произошедшего, рыдает. Для меня это был диссонанс, я не могла понять законы, почему в абсурдном мире есть реалистичный персонаж. И до момента совершенно блестящей сцены с водой, у меня, ну, как бы эти два полоста были в сильном конфликте, но сцена с водой, со словом вода, она художественна настолько совершенна. Это удивительный эффект, что, как бы, вот эти вот для меня профессиональные нестыковки сошлись в зоне художественной удачи. И вот это довольно круто. И второй вопрос, опять же, диссонанс возникал из-за того, что муж, писатель, упрекает жену в том, что она не соответствует ему лексически, но при этом речь матери выписана блестяще. И она говорит классно, ну, как бы придуманными фразами. Ну, то есть, не получается, он говорил, типа, про социальный конфликт, что он интеллигент с вот этой женщиной дома, которая, а она при этом, ну, то есть, он ее не слышит. Ну, да, да, да. Ну, он какой-то макурый, что он, ну, как бы, вот это вызывало вопрос. И последнее, ну, вчера, после всего у нас случился классный разговор про то, что очень сложно людям, воспитанных по культуре 90-х и нулевых воспринимать сентиментальное. Прям стоит запрет. На сентиментальном сразу, ой, нет. И вот, вот этот очень сентиментальный финал меня отключил абсолютно. Ну, то есть, на, мне кажется, на отстранение эмоций было больше. Товарищ, подожди, а еще раз, подожди. Ну, то есть, сентиментальный финал с мамой. Не сработал на себе? Нет, 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 то есть, я очень круто наврала на этой воде, ну, то есть, вода меня просто превратила в воду. А вот эта сентиментальность после этого прям отхлестала по щекам. Вот, мне кажется, что можно подумать об этом. Спасибо. Хорошо, спасибо. А как будто, может быть, по-моему, не отхлестала, да, пожалуйста, вы скажете? Просто зритель, да. Я хотел бы по поводу ассоциации, по-русову сказать. Потому что мне как раз оказалась очень интересная ассоциация с любимым Звягинцевым, не любовь. Здесь просто, кстати, я понял, что здесь есть некая тенденция. Потому что такой же прием исчезновения близкого, родного человека, как образ отчуждения, да, проговаривающий, что близкие люди не понимают друг друга, да. И именно это исчезновение помогает им вдруг посмотреть на себя, друг на друга посмотреть. Как фильм «Не любовь», собственно, еще фильм «Близкие» на эту тему. Здесь, мне кажется, это сделано еще более сложно. Мне как раз понравилось это различие интонации, да, приемостранения, которые очень разнообразно используются. Выход на сентиментальность, так называть, так называемую новую сентиментальность, новую чувственность. Здесь это, в общем-то, работает. Мне как раз понравилась деградация. И, в общем, понятно, что это некая тенденция, да. Исчезновение, потеря близкого человека, как необходимость посмотреть друг на друга, смотреть друг на друга пристально. Это страшное событие, сложное событие. Спасибо большое. Так, еще у вас, Петр Кобликов. Я очень люблю разгадывать репусы. Вот это репус, который я пока не разгадал. Почему бурные аплодисменты режиссеру, который разгадал это по-своему? Я думаю, что тем, кто будет это ставить, так широкое поле для поиска. И ребенок исчез, и они его по-своему оплакивали. И он вдруг нашелся, и они рады, да. То есть тут по-разному можно вернуть. Здесь очень интересное соединение реального, хорошо знакомого, да. И чего-то совершенно не могу найти подходящее слово, мистического, да. Магического. Вот слово не могу найти еще, может быть, более точное. И вот этим соединено. Вот эти вот каденции с шапкой, которую нужно надеть, да. Вот то, что я на другое где-то писал. Гвоздики, на которые развешано действие, развешан ход этого текста, да. Это есть. Это вот как какой-то ариентин. Вот готов был аплодировать, когда появившийся милиционер, да, этого не ждешь. В ответ на я драматур Макдонах, готов был аплодировать, честное слово. То есть так, обычный, ну, усредненно обычный милиционер знает едва ли. И позволю себе то, что никогда не позволяю себе, да. И то, что меня иногда коробит, когда начинают сравнивать. Я вот сидел и вспоминал Беккет, 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 Ионеско, Ионеско, Ионеско. И можно было бы немножечко этот продолжить список. То есть здесь есть, я бы это назвал так, авангардный абсурд. Вот какое-то новое качество абсурдистской драматургии. Если что неправильно понял, прошу всех прощения. Спасибо большое. А еще мысли, высказывания. Я, да, пожалуйста, вижу вашу руку, представляйтесь. Здравствуйте, Антон, зритель. Мне очень понравилось, что при нескольких скорости языка это заметно совершенно разные люди, которых мне казалось одинаково глубоко можно пережить. Ты мама, папа, бабушка, сержанты, ты со своей ракетой потерялся. И это было прекрасно. Спасибо. Спасибо большое. И еще рассказать, может быть, кто-то... Ну так, давайте какую-нибудь конструктивную или неконструктивную критику. Кто-то, может быть, не понял или понял и недоволен. Это всякий фидбэк нам нужен и автору полетен. Я хочу пока тогда еще одну искать. Мне кажется, очень интересный, хороший, мне кажется, прием, работающий. Как правило, просто когда внутри пьесы оказывается какой-нибудь граматург, художник, писатель. Это такая игра в игру. И вроде как хочется от этого дистанцироваться и отстраниться. Но мне нравится, что здесь этот прием работает, потому что когда герой говорит, что это подарок тебе. Я пишу не пьесу, а подарок тебе. И мы понимаем, что вот это все происходящее, включая зал, в какой-то момент здесь и сейчас наступает. Ну, как бы этот прием, который мог бы стать шаблонным или пошлым, он сам себя внезапно оправдывает и сводится вот в точку, как бы здесь и сейчас при произнесении текста в зале это работает. И там вроде как открытый такой прием, зачем эти люди здесь собрались, который тоже, ну, бывал, но тем не менее как-то по лезвию удается пройти, и фуку бы нет, работает. Вроде все равно работает. Кто-то хочет, может быть, поспорить со мной. Все пристигли. Я хотел вот в пользу... Да, пожалуйста, сделайте шаг сюда и представляйтесь. Да, Андрей Гордиенко, звукорежиссер, композитор. Немножко не из этой сферы, так что... Ну, это все из этой сферы. Спасибо, что не выгнали. В общем, я продал, что в пользу версии о взрослении хотелось добавить отношение матери, ну, то есть жены, как к пьесам, так и к ракетам сына. И, в общем, отношение же самого главного героя к сыну и тому, что он делает, ну, и вот как он отзывается об этом. И, ну, вот просто вот это хотелось добавить. В серии встанем вблюдении, что у героини изменилось отношение к дурацкому творчеству своих близких. Ну, в хорошем смысле, в дурацком. Друзья, есть ли каких-то принципиальных еще, извините? А, пожалуйста, представляйтесь, говорите. Хорошая. Как вас зовут? Меня зовут Георгий, филолог. И, может быть, это для режиссера работа. Ну, я чувствую перед последней репликой какую-то очень большую паузу, где что-то должно происходить. Вот. Она немножечко, она так, так сказать, закольцовывает все-таки текст и, может быть, как-то выходит за рамки эстетики эстетики вот этой, так скажем, абсурдистской, да, она, так сказать, слишком правильная, эта реплика. Вот. Что-то должно еще происходить перед этой репликой, после чего она станет в большей степени многозначной. Через репликой выслышь надень шапку. Да-да-да, написывалось надень шапку, да. Вот. Ну, я думаю, что здесь действительно режиссерская работа должна быть, а все, что сделано драматургом, все сделано отлично. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, есть ли какие-то еще мысли невысказанные, у вас есть немножко шансов поднять руку, но я передаю слово режиссеру и актерам. Расскажите, как вам было? Нам было непросто, потому что, ну, то есть, надо же, как бы, говорить о смыслах, о ситуации, а тут, как бы, ситуация, ну, все время, я в какой-то момент, ну, не то чтобы, мы думали, 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 и в итоге я написал потом Наташу, я говорю, ну, вот скажите, я правильно думаю? Вот, как бы, я, 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 как бы, вот мы правильно думаем, то есть, как бы, как нам показалось, и мы придумали, что, ну, все это пьеса, что этого ничего не происходит, как бы, на самом деле, и что эта пьеса, которую пишет Игорь для своей жены, умирающей жены, как, ну, как подарок, как это есть в тексте, чтобы, ну, они могли отжить потерю этого ребенка, то есть, это как, потому что она тебе не может простить, вот, и эта пьеса, ну, как повод, как такое, как бы, ей, не знаю, как это слово по-русски, когда, ну, вот, приходит и вот священник и отпускает грехи, как это сказать, правильно? Исповедь, да, вот, ну, вот, когда, когда человеку на смерть можно... Соборово. Да, вот, 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 вот такой-то этот, ну, вся пьеса, это такой некий процесс, но при этом понятно было, что, как бы, это смысл, а как это читать, вот, и вот там было замечание драматургическое, я не знаю, как бы, может быть, это не так, но я специально придумаю по поводу того, что есть, есть абсурдная история, условно говоря, с... Потому что очень важно, что в этой, по этой, как бы, пьесе расставлены некоторые, ну, такие, как бы, маячки, которые дают, ну, как бы, про что это? Они дают, скорее, ну, как бы, тему, то есть, что было интересно, что это такая, как бы, вот, а вот мы сейчас про это, и вот это было на самом деле, то есть, они, как бы, такие помощники, чтобы можно было понять, что происходит на самом деле. И вот там, как раз, сцена с завязанием живота, и почему, как бы, бабушка была в таком реалистичном ключе? Потому что это было необходимо, чтобы было понятно, что а вот это вот это вот это возможно было самом деле вот это возможно была та ситуация когда они были какие-то беспечные молодые дурацкие глупые не знаю какие какие были к тому моменту и и бабушка на тот момент реально говорила так она реально говорила так и это ну возможно наверняка что-то у нас не получилось там есть такой вот очень хороший повтор в в специальный рефрен когда мы понимаем что ну что там нужно было немножко ну какой-то время но там вот когда папа повторяется снова вся эта тема что я я улетаю в космос и там как бы не все не все получилось но сейчас но это это важный рефрен потому что как бы мы понимаем что три френды это возможно ну как бы как что они сделали на самом деле что как бы что ситуация серьезная они ее как-то так про фукали фукали спасибо большое за пьесу извините можете много говорил нужно больше вот спасибо большое за пьесу ну то есть и я понял чего когда мы репетировали что это очень сложно для читки и много проще для постановки ну то есть это очень сложно для читки потому что надо все время на этих качелях 10 реальность день это и как бы и сложно воспринимать и и как бы а постановки она настолько ну ну не 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 структурная не не застроена да не застроенная что там как бы делай не переделай этюдов с повторами это так а это так это такая интерпретация как бы как материал для постановки это потрясающе ну как и как тема все но и но как для читки это ну вот и вот как и актер участвовал там в другой вот в горке да много где участвовал но я имею ввиду вот там допустим к примеру тут житковского пьеса горка она она идеальная для читки там просто как бы садись читай и так текст пыщиком пампам пампам все летается как бы это все все там характер и вот хорошо сделанная пьеса да а а здесь тренингесс какая сложная получил что-то нет но огромное спасибо за пьесу и и еще и такая интересная история когда мы происходит выбор вот я так хотел ее читать и другой режиссер сказал я буду ее делать я прям пожалуйста может быть вы не будете я делать пожалуйста мне так и хочется спасибо тебе ты поднял несколько рук поэтому последнее слово еще не наступает я сети опомнил девушка представьте хочу сказать вы говорите про сложность восприятия да и понятно что вам было тяжело в этом всем разобраться если действительно сложно нет наверное банальную вещь скажу но в ней есть еще один герой это юмор и он очень хорошо помогает переживать эту ситуацию это здорово вот здесь был рефрен и вот его его до произведения это тяжелую ситуацию смогли свести для зрителя так что она как раз воспринимается безумно легко за счет того чтобы там просто постоянно смеется несмотря на то что в принципе абсолютно ясно читается что ситуация трагическая спасибо большое не я слава да я в полу свое восхищение текстом драматурга упустил возможность поблагодарить артистов и конечно же режиссера за прекрасную читку и мне очень нравится мне очень мне мне как бы просто легло на душу очень то что молодые режиссеры они берут какой-то абсурдист и странный текст и пытаются его еще более устранить сделать еще более каким-то странным мне кажется как раз таки вся суть абсурда как приема художественного она проявляется в какой-то реалистичности и подробности и вот в конкретности происходящего спасибо это как бы для молодого режиссер на мой взгляд очень глубокое понимание основ профессий по про юмор ответить прежде чем дать слово наташа значит харнсу даниил в сороковом году когда он там половина его друзей были посажены расстреляны сами они нищенствовали вот был уже анти он был уверен что будет война и мы будем ползать без ног в огне хватаясь за стены а ну какие-то были ужасы и ему дали прочитать и он был как бы очень эпрессивным человеком уже с ощущением ужаса ему дали прочитать впервые кавку он читал судя по всему еще в оригинале на немецком и где-то есть не понравилось почему мало юмора наташа расскажи свои впечатления что угодно скажи спасибо большое конечно режиссеру и артистам потому что мне и сама будет интересно как пройдет чипка нам тоже понимала что какую-то трудность для для всех вас вот и как раз тоже спасибо большое за вопрос про сентиментальность он тоже для меня был еще тогда когда я писала пьесу и очень не хотела вставлять вот эту сцену последнюю такую сентиментальную делать вот а потом ну как-то она встала правильный и мне показалось что что так нужно вот и вот сейчас для меня этого ищет снова такой вопрос на подумать вот работает ли здесь или нет то что для меня вообще было самое страшное что мне скажут что что это какая-то ну здесь манипулятивность вот и хорошо что этого никто не сказал я очень рада что все смеялись там где надо а давайте просто у нас есть это возможно сейчас скажите кому как бы финал кажется слишком сентиментальным и вот что это что-то не то как бы нормально сидит и молчит кому кажется что хороший и трогательный сентиментальный финал все работает спасибо не то чтобы однозначно стрелка шатнулась но есть тенденция есть тенденция да извините прервал кто это не на бельницкая мне просто кажется что сентиментальный финал оставляет на зоне комфорта нам прикольнее в сентиментальный финал и понимаю что мама хорошая они не сентиментальный финал мне кажется точнее выразит то что вы хотите сказать это как бы не против пьесы дарнии мне кажется это пойдет вот туда но простите hesitate это мне кажется перес实 tienes про прощения про как бы про возможность есть он там много всего но мне кажется правильнее делать про прощения и как бы когда сын возвращается и как бы происходит прощение и происходит Но всё равно же невозможно, где-то там. Я не знаю, для меня какая-то, ну, почему заинтересовался, потому что, как бы, такая тема для меня важна. И, как бы, я про такое, как бы, как человек, как юный режиссёр, недавно закончивший институты. Вот, как бы, вот, и, как бы, мне как-то, это важно всё-таки. Спасибо, что, Наташа за финал. Да, для меня тоже была просто важна эта тема, но вопрос именно, как это сделать. Ну, то есть, вот, я очень рада, что многим показалось, что здесь не было перегибов. Вот, ещё раз большое спасибо за это чуть-чуть. Наташа, спасибо. Спасибо вам. Ещё раз спасибо актёрам, режиссёрам, авторам и всем, кто обсуждает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!